Посмотрите, что с природой происходит. Это просто какой-то апокалипсис, девочки. 12 апреля, просто метёт метель. То, что, короче, не до мело зимой, туда метает. Я же отопление включила. Представляете, у меня 20 градусов дома, как хорошо иметь как раз своё индивидуальное отопление. Потому что на улице минус 2, это погода плюс 2, по-моему. Но всё равно очень сильный ветер, такой порывистый, шквалистый. Сейчас смотрела фотографии, видеосюжет, фотографии, видеосюжет, что творится на дорогах, на трассах. Там сносят просто машины с дорог, прям такие, ну, большегрузы даже сносят. Ну, короче, это апокалипсис просто. Метёт, вьюга завивает, завывает. Просто что-то с чем-то. Но он почему-то, видите, его как будто бы куда-то сдувает. Такое ощущение, что он даже не ложится на землю. На земле снега практически нет. Представляете? Хотя метёт, но его нету на земле. Вот как такое, куда он улетает-то? Там уж не видно Саратова. Ну, а я, как всегда, дитя моя, господи, покусил, что-то за мамкой бежит. Вот это у меня видео идёт, съёмка. А тут у меня греется еда. Ой, сейчас буду есть макарошки вчерашние, своих хлебушек тут кусочек у меня. И яичко вбило. Яичко вбило и какие-нибудь овощи сейчас порежу. Доем то, что есть у меня дома. Так, смотрите, у меня тут, как всегда, сборная солянка. Заканчивать соливки нужно заливками сгонять. Тут я нашла, у меня, оказывается, осьминожка есть в магазине, которую я брала. В осьминоге помидорка, хлебушек поджаренный, яичко, сыр, фета и макарошки вчерашние. Ням-нямка. Целое объединение у меня тут. Целая тарелка объединения. Очередной мой зажор, девчонки. Кофе сейчас себя навела. Я и так себя, как этот узик уже чувствую. Или как Бобик. Или Бобик, наоборот, он голодный. Ну, короче, у меня уже отложились жирки. Я прям их чувствую. У меня прям с боков такой появился свисающий жирок. Но, в принципе, я как быстро набираю, так быстро и худею. Надеюсь, ничего не поменялось. И как только начну более-менее двигаться, исправлю эту ситуацию. Значит, что у нас здесь? Бутербродик такой с булочкой с московской. С московской булочкой, с сливочным маслом, нутелла и арахисовое. Нет, не арахисовое, а кокосовое молоко. Но оно просто лежало в холодильнике. Оно густое. У меня вот так вот оно в виде крема получилось здесь. Девчонки, сейчас у меня будет медитация моя. Пропустила я они 12-го числа, в 3 часа дня делают коллективную медитацию. Там, кстати, вот импровизация у меня. Сейчас я выключу. Это у меня импровизационная такая подставка под... Чего сотворили своими руками, то и получилось под палочку. Вон палочка. Кстати, надо сейчас зажечь ее. Пусть немножко прокоптится. Здесь включила отопление, потому что безумно холодно в квартире. Особенно в этой комнате. Потому что здесь кафель, а не доска. И ветер в эту сторону дует, получается. И сейчас буду слушать это коллективные медитации на канале у Кати проводятся. Это Катя Чипра, которая вам говорила. Тресвет сейчас небольшой. Вот. Ну, проходят они, по-моему, раз в 4 дня. В 3 часа дня по московскому времени. Да, все правильно сказал. И буду я слушать через вот эту вот мою... Сейчас включу колонку. Я вам ссылочку еще раз на нее оставлю. Реально крутая штука. Там, где мне не хватает звука, она меня прям спасает. Привет, 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 привет. Правда, я ее по назначению еще не совсем использовала. То есть, даже воду нужно набирать и с водой ходить якобы. Слушайте, пожалуйста, слышно ли меня. Зато прям вот эффект присутствия создает она. Привет, привет, привет. Капитошка опять пришел вместе со мной. Девчонки, он как этот ходит со мной. Я немножко задержалась, потому что было... По пятам, как хвостик. Место. Хвостатая моя чудовище. Очень много людей. В осточниках и местах вот собрали в один фильм, над которым там в два с лишним года работали ребята и выпустили очень много интересной информации. Окей, вау, у нас 7777. Сейчас я увидела цифру. К добру. Сейчас я найду Александру. Мася, 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 Мася. Вот он часто, я сажусь медитировать. Он вот так вот приходит и ложится. Привет! Привет! Снимала я тут видео о пустых баночках вам. И вот видите, эти самые пустые баночки. Мне что-то так жалко, их стало просто так выкидывать. Думаю, что же можно придумать. И вспомнила, что у нас есть организация под названием Зелёный бык, которая занимается приёмом макулатуры, пластика, батареек. Ну, много чего они, короче, принимают. Так вот, я им написала, но там у них жёсткие требования к приёму тары, ну, вот пластиковые этой. То есть, это не как просто выпил, там, я не знаю, как во многих городах, не во многих некоторых городах, есть сортировка мусора. Ты выпил йогурт, сразу туда кинул. Ты обязательно должен принести туда чистую тару, чтобы внутри ничего не было, чтобы помытая она была, чтобы все были отодраны этикетки обязательно, девчонки. Я им прислала фотографию, говорю, как... Говорю, отодрать-то всё намертво приклеено. Ну, вот, посмотрите, вот это вот намертво приклеено. Вот это вот они говорят. У Фиберлик плёнка вот эта вот, она, говорит, очень хорошо отрывается. И на самом деле я подвздела, как бы пакет ещё не порвать, не порвать, подвздела, короче, ногтём вот эту вот термоплёнку, и она нормально так оторвалась. Вот, я просто не стану дальше портить свои ногти, потому что неизвестно, когда я их всё-таки сделаю, когда карантин у нас закончится. Поэтому я оставила это для Сашки, он мне этим будет заниматься. Вот, но не знаю, ещё примен. Тут у меня из бытовой химии, из подбытовой химии, да, вот кондиционер, тоже, не знаю, отправлять им или нет. Может быть, этикетку от Зиру, но чтобы отмыть внутри, там тоже сколько потрачешь на это воды, больше потратишь, тем спасёшь природу. Ты выльешь тот же самый, там, воду, да, израсходуешь, газ истратишь, потому что у меня колонка. Вот, получится, овчинки, выделки не стоят. То есть я засорю природу потреблением энергоресурсов. Ну, и энерго, и не только энергоресурсов, воды и так далее. Вот. Ну, как-то так. Привезу им, посмотрю, может быть, как-то засниму, когда я к ним приеду. Соберу пластика побольше. Задавали мне вопрос по поводу того, чем я делаю, с помощью чего делала ингаляции. Мне Сашка привёз этот паровозик, ну, чтобы лёгкие немножко продезинфицировать. Ну, я не знаю даже, как это назвать. Вот. И он мне принёс какой-то аптечный препарат. Типа говорят детям, всем их его ставят, этот препарат. Я говорю, я никакими аптечными препаратами не буду, не ингалироваться. Я говорю, давай попробуем вот эту вот мазь. Ну, эту мазь я привезла из Индии. Ну, в принципе, Викс, она здесь вапа раб написано. Её можно либо с индийского сайта, с любого заказать, где её найдёте, либо за скриньте, посмотрите, и, скорее всего, вы найдёте её. И вот тут как раз написано, нарисовано, что можно её наносить на точки. Здесь вот они нарисованы. И здесь же нарисована эмблема, то есть с помощью неё можно делать ингаляции. Ну, растворить в горячей воде, накрыться полотенцем и дышать над паром. Но мы сделали это по-другому. Мы эту мазь заложили в ингалятор. Единственное, мы второй раз не переборщили, у нас немножко он забился. А так, если чуть-чуть её класть, там на кончике, прям ложечки мы туда положили. Очень классный состав. Она там состоит из эвкалипта. Но вообще до сих пор ещё индийские продукты, они сохранили своё качество. Запах просто невероятный. Там и камфора чувствуется, и эвкалипт. Просто запах нереальнейший. Как я люблю такие продукты. Ну, собственно говоря, вместо вот аптечного средства, которое всем, кому не лень прописывают, и детям в том числе, я решила заменить более натуральным. Возьмите себе на заметку. Спасибо. 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 Спасибо.